Времена диктуют свои правила. Прежде чем встретиться с участником Великой Отечественной войны Фёдором Алексеевичем Глухих, облачаемся по всем законам режима самоизоляции. Здоровье ветерана прежде всего. И всё, мы готовы к встрече с героем. Фёдор Алексеевич Глухих прошёл всю войну. Победу встретил в Белоруссии. На фронт попал 18 лет, будучи фельдшером. Рассказывает, на фронте пришлось подержать в руках и скальпель, и винтовку. Во взводе Фёдора Алексеевича было 30 человек. Задачей Глухих было сопровождение тяжелораненых до госпиталя. Я привозил только больных, которые ранили живот. И они всё время просили пить. А я говорю, ну потерпите. На фронте Фёдору Алексеевичу приходилось пересекаться с маршалами, чьи имена стали частью истории страны. Например, с Константином Рокоссовским. Случалось видеть воочию и вождя советского народа Иосифа Сталина. 6 ноября 1941-го взвод Фёдора Глухих разбудили рано утром и отправили на стройподготовку. А потом наскоро отправили в дорогу. Без объяснения причин. Солдаты не знали, куда их везут. Знали только одно. Так надо. Они прибыли в Москву. Впервые в жизни увидели столицу. Большинство были деревенскими ребятами. И только во время репетиции поняли, что к чему. Им выпала честь поучаствовать в параде памяти на Красной площади. В качестве зрителей присутствовало только руководство страны во главе со Сталином. Фёдор Алексеевич и сослуживцы шагали в первой шеренге. Была погода. Вот такая изморозь. Лёд на брусчатке. Погода была нелётная. Самолёты не летали. Сталин был очень, очень уставший. Он в то время работал до четырёх часов ночи. Он очень уважительно относился к солдату. Вот он. Он так. Он 26 минут. Всё время была в руках. Как у кузырька. Сразу после парада обратно на фронт. Победу ветеран встретил в белорусской деревушке, состоящей из 30 домов. Там солдаты устроили свой мини-парад. 24 июня 1945 года, когда в Москве прошёл парад победы, Фёдор Алексеевич и сослуживцы гордо прошествовали по деревне. Это, вспоминает ветеран, было настоящим праздником. Люди чествовали солдат и ликовали. Война закончилась. Наступила долгожданная победа. Мария Левина, Николай Епифанов. События.